Всего 60 лет прошло, как Хрущев выдвинул лозунг «Догнать и перегнать Америку». Самый популярный анекдот тех времен – на обочине шоссе плакат с призывом «Догоним и перегоним Америку», а в 100 метрах плакат «Предостережение ГАИ. Не уверен, не обгоняй». Сама ирония, конечно, спасала советских людей, но не очень спасла. Этот лозунг породил и закрепил дух соперничества и даже агрессии. В этом состоянии россияне живут до сих пор. Конечно, в любом случае две самые могучие державы, политические антиподы, были обречены на соперничество, но Хрущев возвел его в степень национально-государственной глупости, довел дело до фарса и трагедии. В мае 1957 года он объявил. «В ближайшие 10-12 лет мы превзойдем Соединенные Штаты как по абсолютному объему промышленности, так и по производству на душу населения, а по сельскому хозяйству эта задача будет решена значительно раньше». И постановил к 1960-1961 году обогнать Америку по производству мяса, молока и масла на душу населения. Что началось в стране, сейчас трудно вообразить. Газеты и радио неистовствовали в пропаганде и мобилизации трудящихся на выполнение планов партии, вплоть до задорного рисунка в журнале «Крокодил» 1958 года «Держись, корова» из штата Айова. В декабре 1959 года первый секретарь Рязанского обкома партии Алексей Ларионов стал героем социалистического труда, потому что Рязанская область взяла обязательство в 1959 году превысить план по мясу в три раза, а превысило почти в четыре. Каким образом Ларионов совершил такой рывок? Это очень типичная история для России и не только советской. Во-первых, по всей стране практически запретили держать скотину в подсобных личных хозяйствах, особенно в поселках городского типа. Скот сдавался в зачет государственного плана. Во-вторых, в колхозах и совхозах пустили под нож часть молочного стада и молодняк. Сдавали на мясокомбинаты даже телят, то есть гробили будущее животноводство в стране. Но и этого было недостаточно. Тогда посланцы Ларионова поехали по соседним областям, стали скупать скотину у населения и сдавать ее как выращенную в хозяйствах Рязанщины. И, наконец, пошли в ход просто-напросто приписки. Не очень сильно отставали от Ларионова и другие секретари обкомов-райкомов. Безусловно, такой кошмар не мог не вскрыться. Не прошло и года, как дело Ларионова рассматривалось на бюро ЦК КПСС по РСФСР. Его лишили звания Героя социалистического труда и сняли с должности. После чего Алексей Ларионов застрелился. Так были подорваны и без того шаткие основы сельского хозяйства. Молока и мясо в магазинах не стало, а потом и хлеба. С 1963 года СССР начал закупать зерно в США и Канаде. Вот так догнали и перегнали Америку. Думаете, в этот раз будет как-то иначе? Все корявые потуги поднятия величия России, вне зависимости от способа, всегда заканчиваются карточками на хлеб. А потом сердобольные американцы везут голодным русским продовольствие. История снова делает очередной виток. Американцы уже три раза за последние 150 лет спасали Россию от голода. В прямом смысле. Массово. Бесплатно. Миллионы тонн продовольствия для голодающих русских. Сложно поверить, да? Это открытая информация. Но официальная Россия предпочитает не упоминать об этих страницах своей истории. Если вы не знакомы с этой темой, информация вас просто ошарашит. У нас на канале есть видео о том, как Америка спасала Россию от голода. Я оставлю ссылку в описании. Обязательно посмотрите. Догоним и перегоним Америку. Что именно спровоцировало Хрущева на эту не очень умную фразу, так явно выдающую в советском лидере уязвленное самолюбие. В июле 1969 года вице-президент США Ричард Никсон прилетел на открытие первой в СССР американской промышленной выставки. В первую же московскую ночь из-за разницы во времени ему не спалось. Примерно в полшестого утра он в сопровождении помощника и советского водителя-охранника отправился на овощной рынок. На Даниловском рынке Никсона поразила только одна вещь. Вице-президент США увидел две пары весов. На одних товар взвешивал продавец, на других покупатель проверял, не обвесили ли его. Понятие «контрольные весы» американцу было неизвестно. Когда вице-президент был мальчиком, он работал в лавке отца и рано утром ездил с ним на рынке в Лос-Анджелесе, чтобы к открытию лавки доставить свежие фрукты и овощи. Ему просто хотелось сравнить рынки. Желание сравнивать – это главный мотор политической и экономической жизни СССР в 50-е и 60-е годы, что, в общем-то, неплохо. Здоровая конкуренция должна идти всем на пользу. Но, конечно, если она здоровая. Вся история человечества – это конкуренция. Никакого особого пути нет. Все цивилизации идут по одному канату, но с разным уровнем отставания. Вопрос лишь в методологии. По каким параметрам измерять успешность или неуспешность? Догнали или не догнали? Если по плотности ракета-носителей на душу населения, то, конечно же, Пхеньян – это гораздо круче, чем Копенгаген. Меряться колбасой – глупо. Ключевые параметры благополучия – уровень гражданских и общественных свобод, свобода передвижения людей, идей, капитала, защита частной собственности, верховенство права, ну и, конечно же, ВВП на душу населения. А как же колбаса? Без нее тоже нельзя, проверено опытом 20 века. За исчезновением общественных свобод, свободы слова, вероисповедания и защиты прав собственности, с полок неуклонно исчезает и колбаса, и мыло, и туалетная бумага, затем исчезает страна. Самый громкий советский лозунг 20 века «Догоним и перегоним Америку» – это уже чисто сердечное признание в том, что на 40-м году жизни советской власти США существенно опережает по уровню развития самую лучшую передовую и могучую социалистическую экономику. 22 октября 1957 года, выступая перед парт-активом Московского военного округа, первый секретарь ЦК КПСС Никита Хрущев формулирует задачу. «Если мы дискредитируем Америку, а это самая сильная страна на сегодняшний день в экономическом и военном отношении, тогда мы на международной арене укрепим престиж нашего советского государства». Перед этим выступлением 22 мая 1957 года Хрущев ставит новую задачу и работникам сельского хозяйства, требуя, чтобы они за три года в производстве мяса, молока и масла в пересчете на душу населения догнали и перегнали Америку. Подобную гонку до Хрущева объявлял и Ленин, и Сталин. Они даже провозглашали, что в некоторых отраслях промышленности и в достижении общественных благ обошли капиталистов. Заткнуть за пояс Америку – смысл жизни советского строя. «Наша, то есть их, цель – затмить Америку». За дело взялась пресса. К сравнению активно подключился и хорошо организованный глаз народа. Вот любопытный отрывок из письма читателя газеты «Известия» от 28 июля 1959 года некоего москвича В. Васильчикова, рабочего завода «Серп и молот». Я так и не понял, он хвастался или жаловался. В общем, судите сами. Вот господин Никсон похвалился. Многие американцы покупают собственные домики. А мне, откровенно скажу, об этом как-то даже странно слышать. Но сами посудите, господин Никсон, зачем мне собственный дом? Государство бесплатно предоставило мне жилье, за которое я ежемесячно плачу сумму, составляющую от общего моего заработка лишь 6-7%. Вице-президент США сказал в своей речи, что каждая американская семья покупает в среднем 9 мужских костюмов и женских платьев и 14 пар обуви в год. И закралось у меня сомнение. Какого же качества эта одежда? К примеру, я купил себе за 1200 рублей добротное зимнее пальто. Конечно, эта обновка послужит мне несколько лет. То же самое можно сказать и об одежде, обуви. У нас, у русских, искренне такой обычай. Если покупаешь вещь, так чтобы она была добротной, красивой и носилась долго. Мне кажется, что подсчитывают, когда чувствуют, что средств не хватает. Опять о себе. Зарабатываю в месяц 1700 рублей. Бывает и больше. 1700 рублей до денежной реформы 1961 года – это эквивалент 170 рублей после нее. Соответственно, 1200 рублей за пальто – это 120 рублей в новом номинале. Пальто обошлось рабочему в 75% от его месячной зарплаты. И он этим фактом горд. Пишет в газету. Думаю, американский рабочий, пусть даже с жалованием в 1000 долларов, покупая пальто за 750 долларов, в газету «Нью-Йорк Таймс» точно не писал бы, а просто бы спалил свой завод или попросил узаконить эвтаназию. Своё письмо Васильчиков заключает фразой. «Что бы вы ни подумали, будто что написал я рядовой беспартийный советский рабочий пропаганда, присмотритесь получше и добросовестно к тому, как живет наша страна, наш народ». Ну вот, Никсон и присмотрелся. На московской выставке американской промышленности, ради которой Никсон и прилетел в столицу СССР, он встретился с Хрущевым. Там состоялся эмоциональный диалог. Передаю его часть. «Американцы потеряли умение торговать», — говорит Никита Сергеевич. «Вы постарели и не торгуетесь, как раньше. Вам надо влить свежие силы». «А вам надо иметь товары, чтобы торговать», — нашелся Никсон. Хрущев сказал, что через семь лет Советский Союз достигнет уровня развития Соединенных Штатов. «Когда мы догоним вас и станем вас обгонять, мы помашем вам рукой», — ёрничал Никита Сергеевич. «Если вы захотите, мы остановимся и скажем, пожалуйста, догоняйте нас». Проходя мимо стенда, устроенного как магазин, Никсон завел новую тему. «Может быть, вам будет интересно узнать, что у моего отца была небольшая лавка в Калифорнии, и все мальчики в нашей семье, учась в школе, одновременно работали в этой лавке». «Все торговцы воры», — заметил Хрущев. «Воры бывают везде. Я видел сегодня, как люди перевешивают продукты, купленные в государственном магазине». «Они остановились в павильоне, где были выставлены образцы кухонной техники. Заговорили о достоинствах разных стиральных машин. Этот диалог современники окрестили «кухонные дебаты». «Это типичный для Соединенных Штатов дом», — хвастается Никсон. «Его стоимость — 14 тысяч долларов. Эти деньги можно выплачивать 25-30 лет. Большинство рабочих могут купить себе такой дом». «У нас тоже найдутся рабочие и крестьяне, которые могут выложить 14 тысяч долларов наличными за жилье», — парирует Хрущев. Затем Никита Сергеевич говорит, что капиталисты строят дом максимум на два десятилетия, а в Советском Союзе дома строятся так, чтобы они остались и детям, и внукам. Остановились возле стенда, где представлено американское многообразие из брендов стиральных машин. Хрущев продолжает гнуть свою линию. «Мол, лучше иметь одну качественную модель стиральной машины, чем множество разных». Никсон не согласился, но затем добавил. «Не лучше ли сравнивать качество наших стиральных машин, чем мощь наших ракет? Разве не такого соревнования вы хотите?» На 22-м съезде партии в октябре 1961 года Хрущев представил новую программу коммунистической партии СССР. И в этой программе тоже нельзя было обойтись без США. «Товарищи, партия ставит задачу в течение ближайшего десятилетия добиться преобладания над Соединенными Штатами Америки по объему промышленного производства и по производству промышленной продукции на душу населения. В течение второго десятилетия до 1980 года наша страна оставит далеко позади Соединенные Штаты Америки». Кроме этой гонки Хрущев втянул США и в гонку вооружений. Она истощала обе страны. Но это тот случай, про который в Украине говорят «пок и толстые схудные, худые сдохные». Примерно так оно скоро и случилось. Эта фраза подходит и для сегодняшней ситуации. Кто толстый, а кто худой, я думаю, объяснять не нужно. Из письма жителя Херсона гражданина Заволокина А.И. на имя Хрущева. За последние три месяца масла в магазинах совсем не было. На вопрос, почему его нет, работники торговли отвечают, что план продажи выполнили в первом полугодии. Если масло вдруг завезут в магазин, то его очень мало и продают его во дворе. Люди говорят, когда Америку еще не догнали, молоко в магазинах было. А когда догнали Америку по маслу и молоку, то теперь их нет. И мало кто понимает, почему это так. 10 сентября 1963 года на президиуме ЦК Хрущев вдруг затянул ту же грустную песню. Я беседовал с рабочими. Они говорят, лука нет, цингой болеем. Ну как это может быть, чтобы лука не было? Шпинат. Вот говорят, стоит 10 копеек по старым ценам. И теперь тоже 10 копеек. Или там сельдерей. Что это? Мелочь. Я же помню, в Донбассе болгары снабжали. Бывало, у болгарина мать или жена покупает картошку. Так он сельдерея пучок бесплатно дает, потому что это мелочь. Это вот говорит, мое бери. А у нас цены выросли на эту дребедень в 10 раз. Ну что за позор? Так что мы будем теперь приучать людей, что коммунизм, и вы кушаете суп без сельдерея, без петрушки, без укропа. Социализм есть, а укропа нет. Картошки нет и прочего нет. В 1963 году с прилавков исчезли мясо, гречка, белый хлеб, кондитерские изделия. Впервые в истории России пришлось закупать 9,4 миллиона тонн зерна за границей. А ведь всего 50 лет назад, в 1913, Россия была самым крупным экспортером зерна в мире. Объем продаваемого за рубеж урожая превышал поставки США и Канады вместе взятые. К финалу гонки СССР превратился в самого крупного в мире покупателя сельхозпродукции. В 1970-м технологическое отставание советской экономики от американской было уже непреодолимым. Производительность труда в советском сельском хозяйстве составляла 20-25% от показателей США. В год, когда Америка должна была капитулировать перед победой коммунистического труда, что намечалось на 1980-й, Из 211 видов продтоваров в СССР свободно можно было купить лишь 23 наименования. Остальные 188 или по талонам, или из-под полы. Все, что было потом, те из вас, кому за 40, протестировали собственными кошельками и холодильниками. К 1989-му, это я уже помню, в дефиците все, сахар, мыло, туалетная бумага, хлеб с перебоями, Очередь за молоком конкурировала с очередью в Мавзолей. В СССР иногда спрашивали, а когда мы догоним Америку, можно будет там остаться? Какое время было, блин, какие люди были, что ты, о них несложно, блин. Зато остались анекдоты. Игорь Ртеньев, 1990 год. Я думаю, что ни у кого не вызывает сомнения тот факт, что в нынешние 2020-е годы Россия все еще живет, следуя лозунгу «Догоним и перегоним Америку». Однако этот лозунг уже не касается ни молока, ни мяса, ни хлеба, ни стиральных машин. Осознавая свою экономическую никчемность и криворукость, Россия хочет догнать и перегнать Америку единственным, как она считает возможным путем, войной. Да и то, что-то вторая армия мира сильно прихрамывает. Догнать в геополитическом смысле, став хотя бы ровней Соединенным Штатам. Не дает Кремлю покоя то, что США являются во всех сферах влиятельным лидером свободного мира. Отсюда уродливые и людоедские потуги Москвы показать, что она тоже чего-то стоит. Но мы это все уже проходили. Предыдущий вариант России развалился при технически подобных условиях в 1991. Развалится и этот. Только, надеюсь, уже в последний раз. В том смысле, что не будет уже никакой России на политической карте свободного демократического мира. Спасибо за просмотр. Не забудьте подписаться на нас в Ютубе и других соцсетях и мессенджерах. Обратите внимание на Патреон. Ссылки на интересные ролики и наши страницы смотрите в описании к видео. Всем украинцам скорейшей победы! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин